Лидирующая диагональная структура показывает на то, что Ripple XRP может резко развернуться и продолжить свой рост. Сегодня мы поговорим об этом, также поговорим о том, что у нас вообще есть по XRP, какие сетапы и какие ожидания. И поговорим о том, каким будет следующий сезон альткоинов, какие также есть сигналы, которые указывают на это. Всем привет! Сегодня мы поговорим о рынке криптовалют и разберемся, что же делать дальше с XRP. Что касается рынка криптовалют, то рынок криптовалют по большей части за последнее время не показывает ровным счетом ничего. Присутствует слабая волатильность. После того, как биткоин упал с 31 тысячи на 29, он также прокалывал 29 тысяч долларов и снижался еще чуть ниже. Но немного восстановился и вместе с этим альткоины некоторые только по отдельности могут похвастаться ростом. Ну, например, Doggy Coin за последние 7 дней вырос на 15%, в то время как другие альткоины по большому счету Ада Кардана или Солана потеряли 2-5%. Поэтому рынок действительно ни рыба, ни мясо. Если мы будем говорить в целом о XRP, то сейчас мы наблюдаем такую картину, что после того, как было запущено свеча вверх, мы начали коррекцию. Здесь на недельном таймфрейме у нас уже третья неделя. И зачастую XRP на графике показывал дальнейший рост, если это действительно был такой хороший памп, чтобы затянуть хомяков. Например, это было также в 2021 году, когда XRP вырос на 1.43, а затем поднялся на 1.94. Он это, в принципе, сделал за 2 недели. Но здесь то, что мы видим, это, соответственно, фитили вверх, которые остались и, соответственно, выход вниз. Соответственно, зона поддержки по XRP, которая есть у нас сейчас, это, значит, 68 центов. Здесь также есть интерес покупателя, потому что эти фитили также здесь были. И покупатель также сбивал стопы и, естественно, не пускал цену вниз. То есть, по сути, продавец уже избавился от давления. То есть, продавец уже не давит на цену XRP. И это, конечно, может наводить на мысль то, что у нас еще есть, в принципе, сетап на рост. Это по волновому анализу, по лидирующей диагональной структуре выглядит так. И действительно, мы видим, что нам показывает индикатор, что мы находимся в зоне перепроданности, как это было, значит, в начале лета. И мы опять столкнулись с этой ситуацией. Но после того, как была перепроданность, мы увидели, что был рост через какое-то время, да. И вот сейчас та же картина. Поэтому, в принципе, у нас есть какой-то шанс на рост. Если бы действительно XRP сейчас ушел за 74 цента, я бы откупил его обратно. Да, почему? Потому что есть потенциал словить рост до доллара 30. Доллар 30, в принципе, это та зона, куда XRP, я думаю, бы устремился. Поэтому здесь я считаю, что XRP не стоит списывать, но можно поставить себе ремайндер, ну, то есть напоминание на бирже Binance, когда XRP достигнет 74 цента, зайти на биржу, рассмотреть ситуацию, действительно ли он вышел за этот уровень и опять его откупить. Ну, потому что это действительно с точки зрения прибыль и, значит, риски самое адекватное решение. И поэтому здесь я считаю, что стоит, конечно же, к этому присмотреться. Ну, а если нет, то уровень 58 центов, я думаю, что в силе и в этом случае, конечно же, нужно смотреть, как будет дальше развиваться картина рынка. Что касается, значит, того, что мы видим в целом по новостям, то, что первая стабильная монета Palao PSC выпущена на Ripple. И, соответственно, это такая первая стабильная монета, которая была выпущена на Ripple и, действительно, до этого мы нечто подобное не видели. И причем нужно отметить, что вот Palao, да, резиденция, как бы это не была страна, но это первая страна, которая выпустила первую стабильную монету на Ripple. Что касается Банков Америка, они заявляют, что решение суда Ripple SEC не прояснило проблему неопределенности криптовалют, а, значит, другими словами, то, что другие криптовалюты могут быть, конечно же, подвергнуты иску от SEC и могут быть, в принципе, раздавлены в любой момент. Поэтому здесь мы не видим четкого регулирования криптовалют в США и, соответственно, мы видим вот такие проблемы. Что также нужно отметить, что по альфсезону, если мы наблюдаем картину следующую, то что у нас на графике есть такой некий набор, некий ретест. Смотрите, вот у нас была здесь капитализация 288 миллиарда долларов. Здесь у нас вот уже был ретест, значит, этого дна, но до дна не дошли. Это очень хороший знак на разворот. И мы потихоньку начинаем выходить наверх. И если мы пробьем сопротивление 400, значит, ярдов по именно капитализации альткоинов, то у нас есть шанс действительно увидеть возвращение сезона альткоинов. И это будет осень-зима этого года. Поэтому, в принципе, это довольно-таки круто. Что также нужно отметить напоследок, то, что, значит, Ripple партнера Volant переводит FedNow через границу после регулирования. И, соответственно, здесь мы видим, что FedNow, как ни крути, уже работает. Эта система валовых расчетов в режиме реального времени от федеральной резервной системы, официально введена в США и начала работать только с внутренними транзакциями. И это может принести хорошие новости для Ripple, поскольку Volant Technologies, клиент Ripple, один из пионеров в области облачных платежей и финансовых коммуникаций, внес свой клад в разработку сервиса FedNow. Ну, как ни крути, с запуском FedNow пока что цена XRP никак не отреагировала. Да, и поэтому здесь мы будем дальше смотреть, как будут развиваться события. У нас с вами был Криптовтей. Всем ночного пока и до новых встреч.